Нижегородские болельщики жили без баскетбола с середины марта почти полгода. Баскет вернулся громкой вывеской БК НН Дижон. Третий матч одной восьмой лиги чемпионов. Решающая игра. В старте наставник нижегородцев Зоран Лукич выпускает и российскую пятерку. Ганькевич, Бабурин, Остапкович, Требков, Чадов. Французы же начинают первую четверть по хозяйски и убегают в отрыв плюс пять. НН отвечает дальними выстрелами Артема Камолова, вышедшего на замену. И к середине четверти 12-10. Впереди Дижон. Плотная равная игра сохраняется почти на весь период матча. 20-20 к концу первых десяти минут. 35-32 к большому перерыву. После отдыха Камолов и Чадов на двоих стреляют из-за дуги. Французы убегают в быстрой атаке и счет снова равный по 40. Команды не отпускают друг друга. И все же нельзя не отметить, у обеих клубов много потерь и ошибок. У Нижнего не летят штрафные броски. И баскетболисты Зорна Лукича пытаются компенсировать это дальними и средними. Получается не всегда, но на последние 10 минут НН уходит в лидерах 54-55. В решайшей четверти Дижон начинает давить. Плюс включаются домашние трибуны. И они, можно сказать, становятся шестым игроком на паркете. Плюс восемь у французов к середине четвертой десяти минутки. Почти нашел свою игру Антон Астапкович и сразу положил шесть очков из-за дуги. Но уже слишком поздно. 71-65 за минуту до сирены. Нижний пытается убегать в быструю атаку. Потеря и Дижон забивает со средней. А затем еще раз. Итоговый 75-67 на табло Дворца спорта имени Жана Мишеля Жафруа. Поздравляю Дижон с попаданием в финал восьми. К сожалению, мы упустили массу важных деталей. А во второй половине потеряли сразу двух игроков на позициях четвертого номера. Поэтому вынуждены были на ходу изобретать новый план. Объективно для нас эта задача оказалась сложной. Решающим моментом стали три ситуации в последней четверти. Пропущенный выстрел и потеря мяча при ведении. Дижон грамотно ими воспользовался, что и определило исход матча. Это поражение не повод расстраиваться для нижегородских болельщиков и для самих баскетболистов. Пандемия внесла свои коррективы в мировую спортивную жизнь. Матч на выезде всегда тяжелое испытание. Никто не знает, как сложилась бы игра, проходя на паркетикой Арканагорной. Поэтому сезон 19-20 официально завершен. Начинаем сезон 20-21. И начнется он в Нижнем Новгороде. 23 сентября. КРК Нагорный. 19-00. В гости к черно-белой банде Зурорна Лукича приедут подмосковные Химки. На матч болельщики допускаются. Разрешенная заполняемость стадиона 30%. А это около тысячи мест. Баскетбольному клубу Нижний Новгород будет нужна поддержка, чтобы начать новый сезон с победы. Артемий Катков. Время новостей. Артемий Катков.